Столицу Испании, Мадрид, посетила официальная делегация из России. Почетный президент Олимпийского комитета Российской Федерации Леонид Васильевич Тягачев, заместитель губернатора Ростовской области Игорь Александрович Гуськов и ректор Донского государственного технического университета Бессарион Чухович Месхи. Цель визита – подписание соглашения об открытии в ДГТУ первой в России Академии спортивного и социального развития для детей и молодежи фонда «Реал Мадрид». Делегацию принял посол Российской Федерации в Испании Юрий Петрович Корчагин. Всемирно известный стадион клуба «Реал Мадрид» Сантьяго Бернабео. У миллионов поклонников большого футбола от этих названий замирают сердца. Именно здесь состоится церемония подписания соглашения «Реал Мадрид» – Донской государственный технический университет. В музее клуба собраны спортивные трофеи, добытые мастерами в спортивных сражениях за долгую и победную историю легендарного футбольного клуба «Реал Мадрид». Руководители клуба рассказали гостям об истории его создания и достижениях футболистов «Реала». С обеих сторон еще раз было подчеркнуто значение соглашения между клубом и Донским государственным техническим университетом, подписание которого состоится буквально через считанные минуты. И вот настал долгожданный момент подписания соглашения между Королевским клубом и Донским государственным техническим университетом об открытии Академии спортивного и социального развития для детей и молодежи ДГТУ «Реал Мадрид». Подписи под соглашением ставят ректор ДГТУ Бессарен Чухович Месхи и президент клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес. На подписании присутствует также посол Российской Федерации в Испании Юрий Петрович Корчагин. Президент клуба господин Флорентино Перес уже как полноправным партнером вручил именные футболки «Реала» Бессарену Чуховичу Месхи и Леониду Васильевичу Тягачеву. После подписания соглашения руководителям клуба «Реал Мадрид» были вручены подарки Олимпийского комитета России и Донского государственного технического университета «Донские сувениры». Я надеюсь, что она будет украшением. Это руками сделано именно студентам нашего университета. Ну поздравляем! Спасибо, только спасибо. Я очень рад действительно сегодня. Быть здесь – это высокая честь, конечно, для каждого человека. Тот, который уважает первый футбол, спорт, молодежь и вот эту энергетику, которая действительно здесь чувствуется, в этом вот здании, где мы сегодня находимся. Я хотел бы поблагодарить лично президента Перис за то, что он принял нас и прошел лично, провел экскурсию. Я хотел бы поблагодарить посла России, Испании, Юрия Петровича, который вчера и сегодня был с нами все время. И он дает и дал высокую оценку этой великолепной нашей программе, которой нами было подписано здесь. Я хотел бы поблагодарить губернатора Россоцкой области и заместителя губернатора Игоря Александровича за то, что они поддержали уже два года, поддерживая, вместе с нами двигались для достижения этой цели. Я хотел бы поблагодарить сенатора от Россоцкой области Тикачева Леонида Васильевича, который поддержал, лично приехал сюда и вместе прошли полностью весь путь, вчера и сегодня полностью. То, что нами было сделано, я думаю, что мы оценку дадим позже, но я думаю, что программа имеет очень хорошее, результативное направление, направление именно на оздоровление, на поддержку, на воспитание молодых людей, нуждающихся в этом. И думаю, что ДГТУ, наш многотысячный коллектив оценит и оценит в Ростове, Россоцкой области то, что мы будем делать в этом направлении. Мы работали над этим, мы достигли это своим трудом. Это работа команды, работающих в ДГТУ, людей, сотрудников, студентов, которые хотели получить именно такой вот престижный брендовый партнера. Основная идея фонда, созданного по инициативе президента клуба, интеграция молодых людей, сирот, малоимущих в активную социальную жизнь. С тем, чтобы помочь им найти свой путь в достойное будущее. В России это первый проект фонда. Та постановка правительства Ростовской области и лично губернатора, она полностью была сделана университетом и ректором Месхи. Почему? Потому что он, как мыслящий передовой житель Ростовской области, поднимает молодежь, поднимает тот пласт, который называется «Социально необеспеченные дети». И с учетом того, что в мире стали делать такие социальные программы, и было изучено именно дело, испанское дело, связанное с клубом «Реалом», где «Реал» уже практически более чем 40 стран приняли вот такой социальный проект. И к этому проекту очень умело подошли с целью иметь такого брендовского спонсора, который своими действиями может подтянуть имидж университета, имидж клуба, социальной программы. И, конечно, в ней будут участвовать не одна тысяча детей, и будут обучаться преподаватели. И то, что не стоит вопрос о спорте высших достижений, а именно стоит вопрос о социальном детском воспитании, о культурном воспитании. Я очень горжусь тем, что Ростовская область первая вошла в историю с таким социальным блоком, социальной программой. Это первый проект, который реализован в России. И мы ожидаем, что в будущем он получит развитие, продвигая не только спорт, но и сотрудничество между нашими странами. Первое, о чем хотелось бы сказать. Я считаю, это высококачественный, высококлассный проект. Он направлен на обучение и воспитание тех ребят, которые находятся в группе риска. Мы видим, что ДГТУ имеет замечательные возможности для продвижения академии, тем более при поддержке сенатора, вице-губернатора и администрации района и города. Надеюсь, что постепенно мы будем открывать такие же академии в других регионах России, поскольку это огромная страна, и мы видим хорошие перспективы развития в последующие годы. Прежде всего, хочу поблагодарить всех членов делегации из Ростова за то, что они приехали к нам, за тот вклад, который они внесли в реализацию этого проекта. Такие проекты важны, потому что они помогают детям, которым не повезло в жизни, детям из неблагополучных семей. Я считаю, что движение в этом ключе и такие проекты просто необходимы. Я всем сердцем всегда поддерживаю тех, кто работает над ними. Соглашение аналогичное подписано впервые с учреждением Российской Федерации. Для нас большая честь, что это учреждение, Донской государственный технический университет, находится на территории Ростовской области. Цели и задачи соглашения, договора, они являются гуманитарными, очень важными, и направлены на воспитание здоровых, полноценных молодых людей в Российской Федерации и в Ростовской области за счет взаимодействия с великой командой «Реал Мадрид». Будут тренеры из «Реал Мадрид» в Ростове, будут наши дети приезжать на летние школы в Испанию, и это будет хорошая перспектива для детей из социально незащищенных, малообеспеченных семей, из детских домов, интернатов по их продвижению в жизни. Это очень важный проект. Соглашение подписано. Академия ДГТУ «Реал Мадрид» открылась. И кто знает, быть может пройдет совсем немного лет, и в этих легендарных раздевалках на овеянном славой поле появятся молодые таланты из Ростова-на-Дону, из России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова